Игорь Анатольевич, буквально в трех словах о вашей оперативно-служебной деятельности Министерства внутренних дел. Почему в трех словах вы информированы и знаете, что в ближайшее время мы серьезному анализу подвергнем работу правоохранительных органов в целом, силового блока. И особенность будет состоять в том, что мне не столько отчет нужен будет любого силового ведомства, сколько указания на те проблемы, которые сегодня существуют, ну в данном случае в сфере деятельности нашей милиции. И прежде всего тяжкие преступления, сколько их, какая раскрываемость этих тяжких преступлений. Ну и в развитии этой темы вопрос, который находится на контроле президента, особенно те уголовные дела. И еще в развитии этой проблемы вы мне скажите, что больше всего настораживает по линии милиции в нашем обществе. Это очень важно. Ну и я бы предложил сегодня обсудить вопросы, которые касаются МВД, но которые, может быть, напрямую не входят в сферу деятельности МВД. Хотя, как сказать, допустим, если говорить о спорте, о выступлении нашей, прежде всего, вашей команды Динамо хоккейной, надо обсудить эти вопросы. Что касается кадрового обеспечения МВД, еще вопрос. Какие у вас здесь настороженности? Может быть, необходимо принимать какие-то решения? По докладу письменному я вижу, что там 10, примерно, процентов не комплект по каким-то подразделениям. Ну, может быть, и особо не напрягаться в этом отношении, а где-то взять и подсократиться. Но ужесточить по тем или иным видам преступления и правонарушения, ужесточить ответственность. Ну, как вы там пытаетесь предложить ужесточение ответственности по линии ГАИ. Оно и надо ужесточать. Алкашам места за рулем нет. И тут должен быть жестокий спрос, особенно если это связано с тем, что ты сел за руль пьяный и убил человека. Тут и разговора быть не должно. Поэтому вот это ужесточение, может быть, и не потребует такой численности наших сотрудников. Я, к примеру, говорю, хотя, наверное, уже мы и так подчистились прилично, что трудно будет сократить, но возможно. Ничего невозможного нет. То есть вот эти вот вопросы, может быть, они не столько для сегодняшнего анализа и обсуждения, сколько они будут стоять на итоговом совещании. И на этом совещании милиция будет в центре внимания. Потому что это основное подразделение правоохранительных органов. Это самое крупное подразделение и вопросы в сфере внутренней, даже внешней безопасности многие касаются нашей милиции.